Здравствуйте, друзья! Честно вам скажу, день сегодня не мой. Что-то он прямо вот не задался у меня. Не знаю. Бывают такие, да, совпадения, особенно когда напланируешь себе дел, и ты предварительно думаешь, что никаких помех к свершению этих каких-то намеченных целей у тебя, собственно говоря, не может вообще образоваться. И тут, в этот момент, всё обязательно начинает рушиться. Неприятные звонки какие-то там, я не знаю, непредвиденные случаи, истории там. В общем, ерунда. Ладно. Чёрт с ним. Да ой, плохое настроение. Не, оно у меня не плохое. Оно у меня нервное, а ещё я спать хочу. Нервное из-за того, что, ну, я говорю, что не люблю я всякие вот такие вот моменты, которые заставляют тебя, собственно говоря, нервничать, думать лишнее, хотя, как бы, твоя нервозность не поможет ни в коем случае тому, чтобы какое-то дело свершилось, то есть, неважно, всё, всё, всё. Отбрасываем, продолжаем жить дальше. Я ещё вчера кое-чё приготовила, приготовила, заготовила, сделала заготовки на кухне, чтобы показать один быстрый-быстрый-быстрый рецептик. Очень вкусный, очень быстрый, абсолютно такой, не отягощённый ничем. Но пока я собралась прийти на кухню и посмотрела на часы, уже оказалось половина одиннадцатого ночи. Этот рецепт, он недолгий, но там есть временные промежутки, которые, тем не менее, нужно выдержать. Поэтому, если всё приготовление займёт минут, там, пятнадцать, то в результате всё равно это больше часа. И я уже была такая измотанная, такая не копущая, мне так хотелось спать. У меня собака меня будит рано, то есть, где-то часов в одиннадцать мне очень хочется прилечь на подушечку и смотреть какой-нибудь сериальчик или ещё чем-то таким приятным заниматься. Нет, не чтением книжки. Я, честно скажу, я уже сто лет не читаю бумажную книгу. Максимум, на что я вышла в последнее время, это я, наконец-то, начала воспринимать на слух аудиокниги. Раньше я была таким чтецом, вы себе не представляете. Мама со мной воевала до того, то есть, в то время, когда я ещё с ней жила, потому что я под одеялом. Знаете, такой есть маленький фонарик, который пристёгивается на книжку. С таким вот фонариком под одеялом читала книжки. С пришествием интернета в нашу жизнь. Ой, бумажная книга всё больше и больше стала отходить на задний план, хотя я не считаю, что мы стали читать меньше, просто читаем немножечко в другом формате и другую информацию получаем. И как бы та литература, которую читаем, немножечко другая, чем ту, которую мы читали на бумажном носителе. Ну вот. А к чему это было сказано про чтение? Не могу уже вспомнить. Настроение у меня... Давайте покажу, что я вчера заготовила и что я хотела сделать. Не знаю, говорила я вам или нет, но у меня были куплены, заказаны вместе с водой ещё из Ашана по доставке перец. Перец сезонный. Он сейчас более-менее в доступной цене. Вот. И я делала себе фаршированные перцы. У меня вот в такую кастрюльку вмещается их ровно 7 штук. Ну вот если они такие достаточно, ну как бы средние по величине, я стараюсь такие подбирать. И я покупала перец впрок, думала, что мне ещё захочется. Мне не захотелось. Я уже рассказывала. У меня сейчас проблемы с едой, с аппетитом и прочее. Поэтому мне очень сложно себя накормить и что-то захотеть. Вот. Поэтому, чтобы перец не выбросить, так как он у меня уже начал, вот видите, как бы подведать, вянуть, да. Вот. Я долго думала. У меня есть два очень любимых рецепта. Не, ну перец фаршированный я тоже люблю, но это не совсем рецепт из перца, да. У нас же есть голубцы фаршированные, кабачки фаршированные, помидоры и так далее, и так далее, и так далее. Фаршированный перец является одной из разновидностей фаршированных овощей. Но есть у меня именно два рецепта, именно из перца. Один рецепт относится к еде. И я вначале хотела его готовить, но потом я подумала о том, что у меня сейчас очень сложные отношения с едой. Поэтому не буду я себе готовить еду, вот, а сделаю себе закуску, а конкретно перец маринованный. У меня с этим маринованным перцем связана очень смешная история. Я, по-моему, упоминала, что из-за папиной работы нам пришлось, нашей семье пришлось очень много попутешествовать по стране. И когда мы уже точно знали, что мы уезжаем в Россию навсегда, я не помню, из какой республики, какой-то южной, какой-то социалистической бывшей. А может, не бывшей. Может быть, она и сейчас в составе. Я что-то в растерянности. Сама себя ввела в растерянность. Так вот, мама заказывала отдельный контейнер. Знаете, есть такие большие контейнеры для перевозки вещей. И таких у нас было три штуки. А есть такой контейнер, он как пополам от большого. И вот в том контейнере полностью весь контейнер был забит заготовками, которые она, уже зная, что мы уезжаем из республики Южной с изобилием овощей и фруктов навсегда в Россию. А в то время, когда я была еще маленькая в России, ну, кто помнит, тот помнит, что изобилия и разнообразия у нас не было ничего. И как бы вот перец тоже не был в изобилии и разнообразии. Ну, вот так вот жили. Так и жили. Вот. И почему-то мама меня всегда уговаривала, ну, попробуй, 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 попробуй этот перец, попробуй. И я отказывалась. Только вернувшись в Россию, видимо, уже наступил вот тот период, что твой организм начинает осознавать, что он лишился того изобилия, в котором он жил последние годы, находясь во всяких южных республиках Советского Союза. Вот. Я решила попробовать мамины заготовки из перца и вообще могла за один раз съесть банку. К сожалению, моей мамы уже со мной давным-давно нету. И когда-то лет, наверное, не знаю, 10, а может быть, какое 10, наверное, лет 20 назад я решила как бы восстановить этот рецепт и потом его долгое время готовила, но вот уже лет 5 я точно его не готовлю. И в этот раз я решила сделать тот самый маринованный перец, который готовила моя мама. Только мама его готовила под закрутку, ну, то есть заготовки на зиму с хранением. Я сейчас не буду делать под закрутку, я буду делать под еду сиюминутную. Значит, обычно для красоты перец подготавливают, нарезая сегментами, ну, вот такими, знаете, дольками, да? Да, такие дольки, особенно вот красного перца, да, на столе, когда на праздничный стол или просто на стол какой-то такой семейный. Подаешь, они красивее смотрятся, но есть их неудобно. Поэтому я нарезаю вот такими вот, ой-ой, вот такими вот сегментиками небольшие, которые можно взять на вилочку и положить себе в рот. Поэтому я специально оставила ненарезанные вот два кусочка. У меня перец разноцветный. Я тоже стараюсь, вот когда делаю такую закуску, брать перец не только красный, а разноцветный для того, чтобы, ну, закуска покрасивее была, да? Вот, собственно говоря, вся подготовка. Далее. У меня подготовлена кастрюля на плите. Вообще все расчеты идут на литр воды. Я буду делать для себя, на глазок. Ну, вообще, вот в этом рецепте я посмотрела, в интернете маринованного перца есть, я не знаю, тысячи пятьсот вариантов четыре. Ну, это примерно литр. Столько вариантов, просто невообразимо, как много. Но я буду делать упрощенный вариант. Вообще, в интернете рекомендуют очень много добавлять сахара. Там буквально получается, что на литр рекомендуют стакан сахара. Я этого вообще у мамы такого не помню. И сама я этого тоже, конечно, делать не буду. Я положу две ложки столовые. Ну, обычные столовые. У меня это нестандартная, она чуть меньше. Поэтому, видите, я половину ложечки, даже не половину, а треть ложечки добавила отдельно. Значит, две столовые ложки сахара. Не знаю, сколько черного перца. Просто так взяла щепоточку и бросила. И соль. Соль при любой консервации всегда лучше брать, как она называется, пищевая, каменная, что ли. Ну, в общем, вот эта вот неодированная. Ну, у меня где-то она точно есть. Но где, я не знаю. И мне искать лень. Так как это у меня не консервация, а просто приготовление. И на литр столовая ложка... Надеюсь, что это немного. Столовая ложка соли. Еще раз повторюсь, лучше, конечно... Собственно говоря, это все. Теперь мне осталось добавить уксус. У меня проблема в том, что у меня нет столового уксуса. У меня есть только уксусная кислота или, как ее еще называют, эссенция. У меня здесь в бутылочке оставалось вот так вот. Ой, вот так вот. Кислоты я долила воды немножечко, не знаю, раз, два, три, в пять. Это очень крепко. Поэтому я вот так вот возьму, тоже налью столовую ложку и потом буду пробовать. Вообще, я для себя очень редко добавляю масло. Масло рекомендуют, рекомендуют в интернет-рецептах стакан на литр. Мне этого не надо. Я буквально пару ложечек добавлю и все. Потому что у меня это для себя. Сейчас я поставлю на грех, чтобы у меня сахар, соль растворились. И я попробую на вкус достаточно-недостаточно уксусной кислоты. Ну нет, это уже уксус. Ну, наверное, 70% на 5. Наверное, сколько там получается? 15, что ли, процентов. Не важно. Вот, я посмотрела интернетовские рецепты. Там рекомендуют и лаврушку, и чеснок, и гвоздику. И отдельно в банку наливать уксус и подсолнечное масло. Или делать, как я, все в кастрюлю. В общем, это все на ваш вкус. Я показываю рецепт, который делаю я, упрощенный, без заготовки на зиму. Я не помню, готовила ли я под закрутку. Но дело в том, что я действительно много лет не готовила эти закусочные перцы. Ждем, пока закипит вода. Все, сахар, соль у меня растворился. Вот видите, вот он, пар поднимается. Вода закипела. Если вы будете точно так же делать, как и я, пробовать рассол на свой вкус, вы должны учитывать баланс соли, сахара, уксуса. То есть соленовато, сладковато, уксусный вкус у вас должен присутствовать в этом рассоле. Потому что именно этот вкус будет в перцах присутствовать. Давайте продолжим. Вот у меня все закипело. Здесь литр, ну, может, чуть больше. Там кружка у меня, ай-ай-ай-ай, 300 миллилитров. Так, ну, я же ее не до краев набирала. Значит, ну, там, я не знаю, литр 50 у меня, может, получилось, литр 70. Этого рассола вполне хватит на все это количество перца. Просто высыпать мы его будем, ну, не весь сразу. Сейчас он очень быстро уварится, отдаст свой сок дополнительно. И жидкость у нас, кстати, по-моему, и все и поместится. И жидкость у нас чуть-чуть увеличится. Еще раз напоминаю, что все специи чисто по своему вкусу. То есть нет рецепта вот такого жесткого, которому можно следовать, и получится вот эта вот закуска, как бы она вот типа классической, да. Я говорю, что кто-то добавляет лавровый лист, кто-то добавляет гвоздику, кто-то добавляет чеснок. Я этого ничего не добавляю. Именно база, это соль, сахар, уксус, черный перец с горошком. По-моему, даже и черный перец с горошком не особо, собственно говоря, нужен, потому что он никакой собственной остроты перцем не передает. Ну, а аромат вот этой маринада, да, он усиливает. Дальше, какие нюансы? Если вы хотите, чтобы перец просто зашпарился, но оставался хрустящим, не более пяти минут варим. И потом раскладываем по банкам, если под закрутку, да, и все, закручиваем крышкой. Раскладываем без маринада, маринад добавляем уже, когда банка будет заполнена. Если вы хотите более мягкий, я люблю более мягкий перец, то это до десяти минут. Если уж совсем в тряпку, в хлам, но честно не рекомендую, потому что тогда перец начнет отделяться от своей этой вот кожицы, и это будет не очень приятно. Я думаю, все знают это ощущение в фаршированных перцах, когда кожица отделяется от самой мякоти, и это, ну, как бы не очень приятно. Поэтому я фаршированный перец всегда очищаю от кожицы, вот так вот. Все, варим перец чуть-чуть, вот пройдет, сейчас я уменьшу, а то у меня на девятку стояло, чтобы быстрее вода закипела. Чуть-чуть время пройдет, нужно вот так вот, со дна немножечко поднять, а верхние перцы вниз опустить. Ну, сами понимаете, нагрев-то идет снизу, поэтому нижний перец будет быстрее готовиться, чем верхний. Тем более, я не знаю, я всегда делаю без крышки. Может быть, стоит под крышкой делать? Не знаю. Я делаю так, как делаю всегда я. Все, ждем, пока перец проварится, и у меня подготовлена вот баночка из-под кислой капусты. Кстати, я ее купила, хотела делать себе кислые щи. Ой, с какой-нибудь крупой. Ну, капуста и какая-то крупа, вот. Капуста оказалась жутко невкусная. Она у меня стояла, стояла в холодильнике. И я потом подумала, а что она у меня стоит? И воздух холодильника не особо сильно озонирует. Пришлось выкинуть, но я не знаю, куда применить, употребить, чтобы не выкидывать продукт, который... Она не была испорчена, она была отвратительная по вкусу. Поэтому, что с ней сделать, я не знаю. Все, ждем. Вот сейчас у меня перчик проварился до того состояния, если бы я хотела его хрустящий. То есть он... По нему видно, что он уже термически обработан, и он становится такой слегка-слегка, как бы более прозрачный, да. Но и по нему, ну, как бы, ну, он хрустящий. Даже когда перемешиваешь, то ты чувствуешь, что он прямо вот такой, знаете, ну, как поскрипывает, и при укусе он будет похрустывать. Но я варю дальше, я такой не люблю. Чуть не забыла, что я занимаюсь перцами. Все, мои перцы готовы. Сейчас покажу на каком-нибудь толстеньком перчике. Нет, это тоненький, вот, толстенький. Я варю вот до такого состояния. Видите, он мягкий. Он, у него такой, ну, как бы, легкий-легкий-легкий хруст будет только благодаря шкурке. А так я варю именно до такого состояния. Ой, что-то у меня как-то многовато получилось. И я растерялась от растерянности, вот, взяла более большой контейнер, но этот контейнер сразу видно, что он велик. Поэтому я решила сложить в этот контейнер, а остаточки в какой-то маленький, так сказать, который сразу и съем. Вы себе не представляете, какой запах на кухне, когда варился этот перец, это нечто. Наипростейшая заготовка. Хотите на зиму, хотите на сейчас. Про эти проспекции я уже говорила, что вот какие вам только... Ой, даже палец облизать вкусно. Какие вам только в душу приходят, вот эти вот специи, те и добавляйте. Мне нравится вот такой вот чистый вкус. Так, сейчас я маленький возьму. Остаточки вылавливаем в маленький контейнер. Заливаем все рассолом и убираем в холодильник. Если заготовка на зиму, то вы сами знаете. Баночки стерилизуем, крышечки стерилизуем. Раскладываем вот так же перец по банкам. Потом отдельно кипятим. Рассол. Маринад. Что я говорю все время? Рассол. И заливаем до края. Я не могу понять, заливая до края или нет. По-моему залила. Это не та крышка. Ой, здесь у меня многовато. Я же забыла, что это не вельтовая, а от капусты. Немножко убираем. А то сейчас польется все через край. Вот так-то оно лучше. Так, запуталась, запуталась. Это контейнер от капусты. Почему крышка-то не закрывается? Как-то она просто сверху ложится. А в чем фокус? А почему она не закрывается? Она же должна плотно. Плотно должна закрываться. Ой, ничего себе. А как я потом открывать буду? Вот это да! И маленький контейнер. Остынет, можно сразу скушать. Если у вас есть, не весь маринад израсходован, и есть планы дальше намариновать перчика, ну и допустим завтра, да, подкупить и еще сделать, или на огороде собрать и сделать. Этот маринад вполне можно использовать. Допустим, делаете не литр, а полтора, да, в кастрюле. Когда полную банку заполняете, там маринада очень-очень мало расходуется на банку. Вот что я вас учу. Те, кто занимался заготовками, все и так знают, да? Вот. Все, друзья. Спасибо вам огромное, что опять побыли со мной вместе на моей кухне. Какая я кривая. У меня сейчас в планах немножечко собаку поприводить в порядок. Хотела вчера это сделать. У меня вчера вообще ничего не получилось из-за интернета. Меня опять... Там у меня стояло на загрузке видео, постоянно писали и сбрасывали мое видео. Я опять перезагружала. Надо было махнуть рукой. Ну, вот такой у меня дурацкий характер. Мне надо доделать. Поэтому я половина, что намечено, не сделала. Сейчас немножко позанимаюсь с собакой. Потом нужно на завтра погладить вещи. У нас завтра обещают 26 градусов. Так-то это небольшая температура. Но вы знаете, я сегодня гуляла утром с собакой. Утром рано. И мне так голову припекало. Знаете, вот таким вот этим неприятным открытым солнцем, которое тебя вот так глушит сверху. Не то чтобы жарой, а вот именно открытыми такими лучами. Поэтому хочу какую-то... У меня давно-давно приготовлены всякие разные летние вещи. Но, как я говорю, погода настолько расстраивает, что они у меня висят в шкафу. И я ими, собственно говоря, не занимаюсь. Вот завтра... Ой, завтра. Сейчас хочу погладить, чтобы были вещи готовы. А если будет погода не для таких летних легких вещей, то я надену свое любимое платье. У меня их как раз два, по-моему, да, эти вот под джинсу. Ой, одно-то в носке, а второе надо погладить. Может быть, поглажу. Не уверена. Все, друзья, пока-пока. Скоро увидимся. Все будет хорошо. Не обращайте внимания на мое настроение. Ну, такой я человек. Впечатлительный и беру все в голову. А у меня подружка говорила такую фразу. Сразу отбивала. Впадать в упадничество, в плохие настроения. Но эту фразу нельзя перепеть. Это произносить на аудиторию. Такая, но правильная. Все, пока.